ресторатор всего времени и совладелец нашего бизнеса александр расскажи свои ощущения в этот момент крутой модный проект который здесь должен вообще зажать кому ты пойдешь мстить причем они два ресторана сделали в двух это то что я тебе говорил слушай какие они крутые какая любимая еда черепаха может быть что-то нравится вот эти это топ друзья всем добрый день сегодня у нас в гостях будет великий вообще ресторатор всего времени человек который понимает по запаху любую рыбу сколько она стоит и хорошая эта рыба или нет и совладелец нашего бизнеса александр привет привет мы общаемся на ты но мы не разрешили нашли сегодня пошопиться у нас конечно скидка будет чуть больше чем всегда гостям надеюсь гости не обидятся на это вот и начнем с нашей редкой зоны где у нас фигурочки и все итак мы в нашей зоне редкого тут у нас фигурочки тут у нас всякие супер лимитированные вещи сначала вопрос ты вообще коллекционируешь современное искусство много ли его у тебя ну я тут же нет современного искусства ну вот это считается время вообще это все считается современным искусством пожалуйста я понял я в основном другое немного искусство расскажешь ну я живопись картины коллекционирую раньше коллекционировал перестал немножко остановилась а есть какие-нибудь современные ныне живущие художники например картины которых у тебя есть конечно джордж конда например тут покажем и раскрываем мураками а какие работы с мураками у картина мураками а кто-то может сфоткать чтобы мы выпуск вставили долл вот сюда вставляем это хорошо это респект нас на кассе тоже картина мураками например можно кассиков купить за 46 тысяч дирхам каждого это кстати тот самый знаменитый заяц видео которое мы делали когда снимали прогрев к открытию магазина настройки помнишь ты знаешь они метро и к ним спокойно вот это что такое вот это что это окей это картина такаси мураками и луи виттона и они делали это еще просто дутая картина это как полотно он тянут железную рамочку бренд бакара возможно у вас в миллионерском обществе почитают бакару хрустальные какие-то изделия из бакары и так но я стараюсь ребят я очень стараюсь нет тут мне ничего не интересно реально да и какого медведя домой хорошо тогда мы идем в нашу следующую зону как думаете напишите в комментариях почему александр не хочет покупать у себя в магазине мы переместились в нашу кафе зону вообще чуть-чуть про кафе зону если помнишь у меня была идея изначально как она зародилась именно с кафе внутри магазина потому что я все хотел когда мы договорились сотрудничать и как-то совместить твой бизнес мир до сначала десерты были наш бизнес мир мы нуждали десерты разные идеи не могу сказать что кафе как бы вообще получилось очень плохо но она почему-то вопрос люди как-то так как-то воду пьют в основном воду мы работаем сейчас на тем что будет больше напитков вообще в ассортименте что они будут выставлены чтобы они сохраняли свой вид и чтобы люди видели что тут можно вообще купить расскажи со своей стороны вот когда мы познакомились прошел где-то пару недель с момента как мы пожали руки договорились сделать проект в дубае а сначала еще хотели какой-то момент в казахстане да потом решили делать все таки вот расскажи свои ощущения в этот момент и почему вообще ты решил что эта тема вообще стоит заходить ну какими были ощущения я обрадовался что наконец-то я сделал какой-то проект не ресторан потому что честно говоря рестораны хочется что-то другое и очень красивый я принц сразу понял что будет круто увидев тебя сразу понял будет модно стильно красиво я собственно вообще не сомневался более я видел что здесь в дубае прокатит все что угодно это крутой модный проект который здесь должен вообще зажечь расскажи а насколько ты был погружен вообще в культуру всю в момент когда мы познакомились вообще в кроссовке в эту всю историю я не могу сказать что прям был каким-то фанатиком ну так чистая я всегда понимал что модно что не модно мне нравится вообще одежда одеваться покупать ее и так далее ты был знаком с брендом кис уже насколько я знаю да да ну я я знаком брендом кис я люблю его я в париже если приезжаю в париж и обязательно иду в этот бутик чем покупаю там всегда вот и в нью-йорке когда еще бывал в нью-йорке я тоже захожу в кис по мыслям по поводу того где вообще наш бизнес потому что был во всем мире ты видел многие разные проекты ты понимаешь как примерно работает люксовая аудитория как примерно масс-маркет аудитория себя ведет в азии в америки вот как ты думаешь из всего где ты был где бы лучше всего мог еще зайти наш проект ну мидл из весь сто процентов и он будет будет друзья и он будет будет если старше сказал я подхвачу он точно будет вот на дальше надо смотреть европа америка почему нет ты недавно был в гонконге и это если я не ошибаюсь первый полет за долгое время то что он был карантин да как прошел полет до позже полет как всегда прошел а в гонконге время вот там был впервые арт базе реально в реальным временем и туда много прилетело моих друзей и я много кого там увидел и мы там так нормально провели время весело поели черепах поели черепаху до потусили с алика монополи как раз я вижу кепка из его броня держи на сегодня с тех пор и ношу ее не снимают сплю даже в ней с нашей коллаборации это кепка которая была у нас магазине спасибо за алика большой это был очень крутой опыт мы еще нигде о нем не делились возможно раз такая тема зашла чуть-чуть расскажем друзья у нас был такой некий поп-ап коллекции художника алика монополи информацию о нем вот тут можно мы кстати продавать или нет она продавалась и мы закончили продавать но она не распродалась надо быть честными она надо будет позвать алика тоже youtube сто процентов да мы будем делать англоязычную версию друзья уже есть несколько выпусков с очень крутыми гостями и алик обязательно там должен быть я считаю интересный коллаборация с ним была интересной тут была куча людей он играл диджей сет и диджей сет мы вообще насколько я знаю диджей сету алика стоит порядка 50 тысяч долларов а у нас алик играл два раза на дружеских отношениях и это говорит о том что комьюнити вокруг проекта это все равно очень очень важная штука я считаю что нас очень сильная собралось комьюнити из медийных ребят из зарубежных даже как его про артистов на протяжении всех наших выпусков ты задаешь очень много вопросов но я еще не видел чтобы тебе задавали вопрос тебе 23 это не секрет что у тебя много денег и вот можно ты отвечу на вопрос в деньгах ли счастье я отвечу на вопрос у меня не много денег ну честно сказать у меня тоже нет а вообще вот вообще нет все же в обороте да и они должны работать я даже не понимаю вот что им лежать что они там были делать у меня как появляются деньги я например фигурку редкую куплю там я не знаю там за 20 мил проблемы как только появляются деньги их куда-то такая жизнь какой-то проект не никогда не покупай себе этом машину очередную круто я считаю получился диалог вообще спасибо большое за вопросы и тогда идем дальше в зону одежда идем на а вот и прям так и вставим вот этот бомбер я вот смотрю нигде нету на манекене мы в зоне ювелирки и это наш партнер мозе как тебе вообще мозе ты с ним знаком да да взял и хороший чувак да что ты вообще думаешь насчет какой-то такой крутой рэперской ювелирки ты бы носил когда мы что-нибудь такой нет а если сделать что-то знаешь там связанная ну например просто например логотип чипря не из бриллиантов такой сцепи нет не знаю не уверен но вот это интересно это цепи моргенштерна да и мы знаем одну информацию которую никто не знает но один из партнеров александра приобрел одну из цепей моргенштерна пауль купил плейбоя вот кто купил пауло да ладно да да пауло купил плейбоя да 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 он в нем был на алика монополь а плейбой купил да 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 понял понял вот она стоила он купил ее если я не ошибаюсь за 70 тысяч долларов и главное что он купил бэушную цепь а я его спрашиваю почему типа ты купил ее он говорит а я фанат огромный есть песня янг хэфнер у моргенштерна он говорит я качаюсь под нее хотя русский не знаю офигеть да и он говорит а когда узнал что это его ну конечно надо взять а это самая крутая была плейбой мне нравится типа ассоциации но он по сути какой степени плейбоя есть да а у ну да а у ярды плейбой что-то тут нравится возможно еще вот это офигенная штука купим а сколько стоит 150 тысяч долларов да ты что попозже в следующий раз кроссы хорошие вот эти вот кроссы хорошие расскажу чуть про кроссы да это русский бренд месть и всего 500 пар было они эксклюзивно только у нас выходили вот мы часть пар зарезервировали еще летом для дубая сейчас их начали продавать поют и потихонечку они там есть на витрине да есть но это би это чуть-чуть измененная версия тут ставки от мозе есть то есть а там просто кроссы это типа такая единственная пара да если она своего размера я так думаю мы без разрешения наших арендодателей можем в принципе если она нравится и отдать так она же не продается у нас друзья мозе альберт брат у нас случилось неожиданное событие у нас александр приобретает единственной своем роде кастомизировал очень мой кроссовки мой ими очень мощный кому ты пойдешь мстить строителям да я бы тебя с собой взял а я бы с удовольствием пошел потому что ребят вот вы думаете что это концептуальная задумка да вот это вот концептуальная задумка с этими штучками локерами они как сказал бы джиган просто нам принесли на согласование в момент когда разрабатывалось оборудование для мозе за защелки и там они принесли такой маленький квадратик нарисован и какие-то будут супер крутые локеры по карточке и потом нам из зала просто знаешь вот в зале такие стоят фитнес до фитнесе такие на шкафчиках и нам поставили то же самое но когда мой увидел сказал что-то в этом есть а ковер вообще в итоге исправили ковер в итоге исправили мозги с ковром у нас сегодня пойдет школа ремонта этот ковер крутой но этот реально круто него качественно сделали но причем это британские какие-то ребята до которые делали там starbucks которые делали какие-то крутые бренды не просто какие-то индусы это какие-то британцы которые мол говорит они у нас постоянно которые приходили тут серьезными такими лицами помнишь они ходят британскими такими приходили вот ночью-то рассказывали нам так улыбались они же строили у тебя тоже другой они они там также покупались абсолютно вот здесь причем они два ресторана сделали в двух поле и еще один магазин то есть они три из трех и у них был шанс получить еще один большой проект и конечно него тоже у них такая хорошая закономерия когда горе по строительке этого заехали я пришел за сонный сюда да когда я начал говорить о строительстве проснулся я прям вот возбуждаю уже какой самый вообще неадекватный кейс был вот прям но он точно должен в памяти держаться связанный со стройкой какого-то из проектов мы какой-то строили ресторан и там были стекольщики которые взяли деньги за остекление и каждый раз нам говорили что вот-вот стекло приедет стекло приедет в итоге они все пропали нам пришлось заново все заказывать но мы их нашли а мы игры как они могли пропасть никто не не отвечать на телефон и так далее вообще деньги они взяли то есть нет ни окон не денег не остекление день игра давайте мы сейчас просто им кто-то позвонит якобы заходят ну якобы разместит новый заказ и мы куда-нибудь пригласим им действительно позвонили просто с другого номера они там сняли трубку и сказали да да мы готовы их пригласили в наш строящийся один проект там приехала одна женщина и три мужика их туда завели дверь закрыли на замок там их встретили специально обученные люди женщину попросили зайти в комнатку и и там закрыли на замок а мужиков пикали достаточно долго потом просто взяли болгарку такую и одному самого скажем тянуту ногу отрежем вот он там заплакал и в итоге они вернули деньги и в конце еще такой смех нравится в какой страны мидалыста в теории мы могли бы так поступить если стекольщики саудовской аравии стекольщики у нас также одним из наших наверное главных успехов вообще на этом рынке то что мы смогли интегрировать полноценный это круто это вообще твоя кстати крутая идея и мне кажется вообще история с открытой кухней она уже интересно я даже можно любую будь приносить абсолютно любую можно вот эти вот даже прощай молодость вот такие вот лора пьяна нет нет прощай молодость помнишь были не раз хорошая шутка вообще это хорошая шутка и вот мы переместились в зону кроссовок да не обещал там по сценарию типа ой какие классные кроссы вот мы в зоне кроссовок может быть что-то отсюда нравится вот эти есть мой размер почему потому что когда не только вышли я помню ты сразу сказал мне что тебе такие нужны тяжело было найти 12 размер александр большой размер до релиза официального но так как он уже случился мы сейчас вынесем пару это nike air force тифани они в таком замечательном цвете это их первая официальная коллаборация дальше они будут бомбить я уверен еще сильнее кроссовки выполнены такие из черной замши и у них кожаный тифани цвета свуш найка а на заднике у них серебряная бляшечка из чистого серебра мощь и фоне мощно очень мощные классные элегантные такие каждодневные кроссы и ценник адекватный в району две сто две четыреста долларов они стоят зависимости от размера ночью для за такие деньги мне кажется не так много их очень не так много а чтобы купить что-то у нас есть камал и в него надо кинуть кроссовок это именно в кроссовочный комфорт он будет его ловить давай волшебно что-то еще отсюда во первых у тебя уже много кросс да и во первых мы уже давно общаемся поэтому тебе их стало еще больше какие из этих кросс есть я вот например точно знаю как одни из кросс которые у тебя есть но у меня вот эти есть то я не у тебя это первое о чем мы заговорили когда увиделись ты мне сказал купил бы хайпе кроссовки там 30 тысяч директор как дорого вот нет а из этих помню и вот такие вот такие вот честно сказать я понял да что из всех мне вот нравится вот эта коллекция больше всего вот это вот это трэвисы до реверс моки на ногах подарил кстати да наверное им кстати стоит сходить сходить в клиент сто процентов ты знаешь я чё думаю у меня же мама тут была мама она же не носит я знаю расскажи 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 прекрасный так вот я упустил один момент можно было взять меня мама пенсионерка такая она носит такую одежду ну все мамы не твоя как-нибудь ама модно а мимо меня мам такая на консервативно и и может сюда привезти и просто очень модно одеть прям такой аутфит я сделать прям пикин такой прям супер мега дару прям вот вообще просто летной хромха да 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 прям вообще вот так вот и пустите просто воноут ну ходила такой такой модный по дубаю согласен в следующий раз она приедет хорошо и прямо прямо и приведу да 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 причем не не слушать ее никаких никаких так и скажем у нас установка пожалуйста максимально максимально модно и и просто идем тогда в более такую консервативную зону почему потому что тут не самые редкие модели но тем не менее удобные вот такие мы кстати дарили стефану можно рассказать про бизнес стефан мы ему дарили такие кроссовки это друг александра очень большой бизнесмен из азии ему понравились ему не очень понравилось потому что это китайский новый год релиз и там разная-разная еда это шон кливеры это такая зимняя пара у них даже снежинка на носу а как тут все это выучил ты же любой кроссовок знает практически практически есть какой-то вот который который ты вот тебе покажут и ты скажешь иногда бывает но я очень хорошо знаю то зачем что сам люблю и я подстроил свой вкус так что мне нравится практически все то что является коммерческим нашем бизнесе поэтому мы закупаем только то почти что как бы это копьян привет у меня кто спросит что это за еда вообще я всегда знаю что это за и на какая любимая еда черепаха теперь она у меня всегда было всегда просто я не не только в китай можно найти реально как на вкус это очень вкусно у нее же получается самая фишка в том что панцирь он ее такой становится мягкий это как такой большой толстый коллаген вот и и мясо нежное очень она там по-разному готовится есть горная черепаха есть речная черепаха есть морская черепаха самая редкая является горная черепаха и у нас заказывается две недели я сейчас был гонконгами стивен заказал две недели заранее ее там где-то нашли начали и они там ее как приготовили был просто очень вкусно а можно когда мы будем с тобой следовать покушать черепаха это очень вкусно классические данки это вот такая стена данков у нас несколько форсов данки это модель она выглядит вот так а почему данного классика потому что это вариант забить мяч в баскетболе а вот эти скейтбордические это sb называется скейтборд специально до визуальника что-то может быть на ножичку надо как будто костей звать которые покупают это так ну смотри а эти уже все высокие пошли до было еще четверочки возможно какие-нибудь это такой силуэт вот мне кажется за это имя нормально кстати я люблю вот знаешь что-то все время узнавать такое наш новое вот имя прямо просвещает что знаешь а вот этого супер вы есть еще покупать любил что-нибудь по имел самому себя покупать диалогику а вот это хороший о да вот это было на манекене это хорошие джорданы такие голубенькие голубенького цвета если летят то летят вот в сторону кассу еще вот хотел предложить такую не отношение к адидасу какой-то может проявишь мне они не нужны а насчет коневест возможно какие-то мысли а где коневест а коневест где-то в америке сидит после того как кроссовки кроссовки у нас на стенде тогда мы всю эту скромность считаем в целом у нас вышло относительно быстро но бомбер топ бомбер секунду секунду времени мы не закончили хочу это показать хочу реакцию получить да это то что я тебе говорил бы слушай какие они крутые а а где ты взял ну вот пока одна пара приехала скоро побольше какой это размер 11 они типа будут немалые на а можно мне такие реально да ты будешь ходить до честно да они просто очень крутые они только красные до попробовать не хочешь как выглядели но они уже одиннадцатыми не налезут ночью вот так чуть-чуть просто хотя бы чтобы посмотреть ну не налезут я уверен просто нет налезли кстати ну кстати крутые вообще представляешь ты сидишь в ресторане с таким серьезным лицом вот так слушаешь там какой-то бизнес партнер в пиджаке нет это очень крутая это очень крутая обувь вообще давай 2 я считаю это я считаю так домой надо ехать так ну что красный возьмем тогда слушай даже если размер хуй а ты любом случае поймаешь да и так представляешь он за носком в стену и застрял бы там ребят я покажу сейчас на камеру эксклюзив который выкладывать я не буду мы купили машину за новый бмв и мы ее сделали в цвет тифани скорее всего уже вышел весь контент с этой машины не буду рассказывать с кем поэтому я вам сейчас покажу видео реакцию как александр сел за руль этой машины и что он говорил внимание рассмотр как машина никита это пипец это пипец ебать какая нас крутая бы это детство мне просто других слов нету не я тут еще . и очень удобно и такие креслом мы готовы и наш общий ценник так глубоко уважаемый александр мы взяли всего лишь четыре позиции на общую сумму 29 тысяч 480 но после нашей братской скидки до 2584 дирхама и не пился больше спасибо большое за шопинг считаю отличные вещи единственный бомбер которого больше ни у кого не будет по крайней мере из этого магазина точно кросс очень крутые только только пришедшие и единственное на данный момент продажа бигра бутов поэтому страшный флекс красный ремешочек еще мы паре под ричард мили не говорится страшно мне говорят ребят спасибо большое что досмотрели выпуск до конца еще раз напомню пожалуйста поддержите нас поставьте лайк комментарий чтобы выпуск шел чтобы саша заходил youtube и смотрел как его пикки растут и двигаются и тоже был рад и мы были рады все будут рады спасибо что пришел было весело и классно и обсудили удачи нам всем удачи нам всем обязательно спасибо спасибо